Дагестанцы, которые проживают, работают и учатся в Краснодарском крае, сегодня приехали на родину, чтобы посетить муфтия Дагестана, председателя Совета Алимов Республики, шейха Ахмада Афанди. Делегация приезжает к шейху уже второй год подряд. Первая встреча у нас была очень плодотворная. Мы получили наставление от него. Он сделал дуя за Краснодарский край, за дагестанский джинат в Краснодарском крае. И на самом деле, после этого, целый год мы работали, и на мой взгляд, эта работа и жизнь в Краснодарском крае была успешной, удачной. Гости рассказали муфтию о деятельности дагестанцев в Краснодарском крае, направленной на облагораживание нравов молодежи республики. Шейх выразил радость по случаю встречи с ними и сделал ряд ценных наставлений. Наша цель улучшения нравов всех дагестанцев, несмотря на то, что он православный, иудей, мусульманин, соблюдающий, не соблюдающий, разницы нет. Он дагестанец, должен быть хороших нравов. Вы представляете, там Дагестан, вам надо особенно замечание делать, в первую очередь, когда человек нарушает, когда человек ведет неправильно. Все надо нам возродить, и ни в коем случае нельзя думать, что это невозможно. Возможно. Это все возможно. Каждый пусть себя начнет. Встреча завершилась пожеланием мира и добра, а также коллективной мольбой ко Всевышнему. Самая главная мысль, на мой взгляд, в его высказываниях было одно, что мы граждане одной страны, и мы должны делать все для того, чтобы наша страна была мощной, наша страна была экономически независимой, и для этого мы все должны делать, независимо от религии, от национальности, все от нас зависящее. Далее делегация направилась на место строительства Духовного центра имени пророка Иса Мир ему. Им показали масштабы проекта, рассказали о перспективе благоустройства территорий и зданий. Дагестанцы, живущие в Краснодарском крае, давно мечтали сюда приехать, внести свою лепту в строительство. На самом деле, увидев масштабы строительства, мы под большим впечатлением. Тут не только строится мечеть, тут строится целый комплекс зданий, которые предусматривают места от начала строительства и совершения намаза, и заканчивая школой, садиком, парковой зоной, музеем, библиотекой. То есть все тут необходимое для людей есть. Поэтому огромное спасибо Баркала всем тем, кто задумал это все, иншаллах, с помощью народа, с помощью Всевышнего у нас все получится. Дагестанцы из Краснодарского края тоже выразили желание внести свой вклад в завершение проекта. Давайте вместе строим духовный центр!